А сейчас мы будем менять заднюю дверь Купил контрактную дверь в цвет, которая не требует покраски За полтора пищи рублей Но мне нужно поменять эту дверь Получается стекло, я уже снял Внешнюю ручку, вот я уже ее снял Потому что здесь она крашеная, а на моей машине просто черная И вот что я обнаружил Так называемая шумка Разве она так должна выглядеть? То есть вместо штатного целлофана Просто приклеили на битум вот эту фигню Это типа шумка Надеваем перчаточки Защитные А то вон руку уже покоться Берем весь необходимый инструмент И крутим Дверь мне и сделаем Болтики складываем Инструмент складываем И сейчас Время Ч Сейчас она оторвет Скорее всего Тяжелая падла Ну не зря же я в качалку ходил Так вот здесь я ее припаркую И все Ставлю другую дверь Сейчас я накинул эту голую дверь Ну такую полуголую Поставим ей дверь быстро А потом уже на нее Она будет не стоит двери на эту Все переставлять Планирую защелкнуть замок Че там Как-то неудобняк Субтитры сделал DimaTorzok как-то так продолжаю крутить гайки вот разница между автомобилем который 10 лет прокатался в России и который прокатался в Японии вот два болта один из них выкручен с машины, которая в Японии эксплуатировалась другой болт выкручен с машины, которая по России каталась причем не Москва, не Питер угадайте, какой болт откуда как снялась ручка с японской машины которая в Японии была праворукой вот так вот это все четенько бабушки здесь же бабушки вот эти, куда вкручиваются эти болты, они просто вывалились оттуда сейчас я не знаю, как их туда вклеивать или что попал я вообще по полной программе пожалел я, что связался с этой дверью ну что, надо доделывать до конца раз уж начали прошли сутки я наконец-то поменял дверь конечно, не знаю она стоит дешево но достаточно сложно было менять сложность в том, что ручку, стекло менять если просто дверь перевесить но это тоже сложно было регулировать вот стекло регулировать регулировать петли проушину вот эту замочную но справился в результате чего у меня вот такое добро осталось различия вот японская ручка от праворукой машины а вот от леворукой максимальная комплектация ну это же закрывается конечно не идеально но зазорчики все в принципе так поставил наружная ручка тоже вот обратите внимание праворукой крашеная в цвет на левом руле максимальная комплектация ну для атмосферника по крайней мере она просто черная это хорошо, что машина черная выглядит неплохо на черной машине такие черные ручки матовые но если бы машина была серебристая например это бы выглядело как коринолого или лада гранта например с рулем я значит вот попробовал оплёточку одеть как-то не камильфо вот допустим на ниссане x-trail оплёточка неплохо смотрится здесь мне не нравится вот там черная матовая это черная более глянцевая такая у меня в запасниках лежали все таки буду пробовать руль переставить с праворукой машины кнопки соответственно вот эти оставлю вот в таком виде все это лежит купил улитку попал на пятихатку потому что руль когда я снимал когда я его пробовал сначала покрасить думал все косяки закрасятся но не тут то было как говорится значит снимал руль и у меня вот эта улиточка здесь вот она зафиксирована стяжкой перекрутилась соответственно там внутри шлейф с проводами с контактами от подушки от круиза и еще от чего-то вот и начал крутить руль выехал весь гаража и такой забавный звук такой треск какой-то шорох не знаю непонятно я думаю ну ладно ничего устаканится там что-нибудь уляжется сейчас проводочки улягутся потом смотрю у меня ошибка смотрю но потом у меня ошибка такая загорается аэрбэк я такой хоп ушки поджал рулем перестал крутить и понял что с улиточкой с этой эпик фейл получился начал гуглить уже приготовил паяльник там приготовил лишние сутки кропотливой работы вот но у в этом не в авторазборе а вот у ребят которые распилами занимаются у которых я задние фонари покупал у них такая улиточка оказалась по счастливой случайности за 500 рублей всего я решил уж не колхозить тем более я свою даже начал снимать ну точнее начал разбирать я ее не могу просто на две части разъединить там какая-то хитрая система такая так что вот такие пироги очередной день в гараже вечером пришел так же и днем с детьми сидел весь день вот вечерочком пришел поработать не переключайтесь такой момент присутствует руль вот приобрел за две с половиной тысячи рублей от праворукого форика получается подходят все ну сама баранка она одинаковая вот и несмотря на то что кнопки вот на праворуком были вот такие то есть здесь под переключение передач заточены и правые и левые кнопки вот состояние какое да отличное а мои ушатанные то есть вот эту штучку я по окантовочку покрасил а вот эти кнопки но если я их покрашу они будут без обозначения уже как бы это мне не очень подходит весь вот этот пластик переставился то есть моего вместе с рычажком круиз-контроля все без проблем переставилась вот пластик с этого с праворукого руля он такой вот без круиз-контроля машина у меня заведенная сейчас без руля с отключенной подушкой потому что у меня улитку я свою запорол она у меня вот такая прокрутил ее в общем шлейф внутри порвался улитку я уже приобрел за 500 рублей на разборке где покупал задние стопы вот сейчас значит поставлю сюда прикручу баранку поеду в гараж покрашу этот руль потому что небольшие здесь все равно потертости есть которые которые покрасятся и вообще будет как новый свой руль я попробовал покрасить но он вот такой короче остался я уж толстым слоем попробовал уложить краску но все равно это жесть выставлю его на авито за рубасик вот а этот руль и вот и ручку передачу вот так я ее откручу и тоже соответственно покрашу здесь швы все нормальные так ну нормально получится такие пирожки вот эти окантовочку тоже так что вот такие дела возня продолжается с фориком движемся дальше так вот так получается я прикручиваю подтянул все четко вот так сейчас я и поеду собственно значит ошибка airbag горит надеюсь после того как я улиточку поставлю целую родную она потухнет но в памяти все равно останется эта ошибка буду гуглить как ее скинуть потому что моим сканером оба d2 простеньким скорее всего все это дело не получится скинуть может как-то какие-то контакты скрепка перемкнуть или еще что-то вот такие пироги сейчас я объясню что происходит с этим рулем который я купил ну и вообще с многими рулями это происходит которые попадают в эту детейлинг студию вот такой баллончик мотив винил спрей черный предназначена эта краска чисто для кожи заводская как бы очень качественная краска растопил печурку здесь в принципе обогрел это помещение там около 10 градусов сейчас здесь пар чуть-чуть идет но это нормально вот и все я уже сюда положил получается два слоя один вообще тоненький тоненький издалека прям типа как грунтующий второй уже пожестче и сейчас прям пожирнее прям бахнет и нормально будет пока вот сейчас красил на два раза руль и ручку странно баллон даже ни разу не плюнулся это очень радует ой покрасил левый конечно я не так профессионально крашу все окей сохнет краска очень быстро в принципе час вот так вот этой краски чтобы высохнуть я сейчас покрашу руль с ручкой пока они будут висеть сохнуть я барабаны дуну барабаны не очень красиво сейчас сдерну быстро задние колеса думаю черный матов бахнет так опа так руль смотрим под лампой ну в принципе все 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 вот эти мелкие шероховатости которые были они уже исчезли они очень легко закрасились оно вот и есть жесткие такие ссадины да я бы сказал это ссадины даже не от износа не от использования руля а от складирования то есть где-то он лежал его протерли немножко они конечно остаются и никуда не денутся вот вот сейчас пройдусь еще для галочки так сказать практически в заводских условиях крашу ха-ха я думаю достаточно лучше чем есть уже не сделать этап а а а а а а а Для покраски суппортов буду использовать вот такую вот краску Фауст, черная матовая. На многих машинах вот эти трубки ржавые, вот эта краска отваливается просто кусками, или уже давным-давно отвалилась. Кстати, Артём говорил, что менял стойки, типа 20 тысяч потратил на стойки. Что же это за стойки такие? Где тут есть чекуха какая-нибудь? Что-то не вижу я, никакой чекухи, к сожалению. Вот, то есть эти все места вообще дырявые на многих машинах такого года. Здесь, соответственно, у нас Котласовская эксплуатация. Коцок много, вот, просто это трэш. Трэш-кадр получается. Коцок очень много, вот здесь облезть порог, накладка, точнее пластика. Вот. Коцок много, но зато вся силовуха, все четенько вообще просто. Ну, опять же, для дотошных покупателей, для них без разницы, они что-нибудь да найдут. Ум, я помню. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok